Любимое платье Сиена Крючко, модельер Ванесса Монтаро. Вы все его, конечно, знаете. Давно оно мне нравится. Фотографии ужасные, сразу говорю. Но я надеюсь, это не отпугнёт вас, и вы захотите связать. Как видите, я уже связала, и что хочу сказать? Хочу ещё вязать это платье. Хочу вязать из льна, из хлопка. И знаете, даже видела из какой-то толстенькой пряжи. И захотелось связать ещё и тёплый вариант тоже из толстой пряжи. Я думаю, это будет не скоро, потому что много ещё и других вариантов. Но я надеюсь, что вам тоже захочется связать это платье. Смотрите дальше мастер-класс. Я решила связать платье из акрила. Такой тоненький акрил я буду вязать в две нитки. Акрил на бобинке. Так, тут немножко как-то цвет искажает, более тёмный. На самом деле он светлее. Вот три цвета. Цвет немножко не такой. Освещение у меня уже такое вечернее. Под лампой. Но это не важно. Вы будете подбирать такие цвета, которые вам интересны. Я решила начать вот с этой ниточки почему-то. Ниточки постоянно будут меняться. И причём в хаотичном порядке. Как понравится. Не то, что, допустим, идут одна, другая, третья, одна, другая, третья. И так я формирую колечко. Да, я вязать буду крючком два с половиной. Как-то он мне больше попробовала вязать. И показалось, что для техни так больше подошёл. И вы тоже подбирайте под свою пряжу. Тройка мне показался слишком толстый. А двойка, наоборот, тоненький. Я набрала 156 петель. Посмотрела, чтобы цепочка была не перекрученная. И замыкаю вязание в круг. Я решила набрать поменьше петель. Потому что, посмотрела, через голову проходит нормально. Так. И буду вязать первый ряд. Вяжу три воздушные петли подъёма. Дальше я пропущу три петли на цепочке. Раз, два. Вернее, пропущу две. И в третью свяжу столбик с накидом. Сейчас за этим столбиком свяжу столбик с накидом во вторую петлю. Пропущенную. То есть, средняя она из этих трёх петель. И сейчас, перед этими столбиками, свяжу третий столбик. Крючок, воткнув первый пропущенный столбик, вернее, петлю цепочки. Пока не очень понятно. Такие вот петель получаются. И дальше весь ряд буду вязать точно так же. Накид. Пропускаю две воздушные петли. Вяжу в третью петлю. Дальше накид и вяжу столбик с накидом за этим столбиком на второй, на средней петле цепочки. И столбик с накидом, перед работой, перед столбиками, в первый столбик, в первую воздушную петлю, которую я пропустила. Так. Всё равно не видно. Но это всё первый ряд обычно так. Итак, повторю. Накид. Раз, два, в третью петлю вяжу. Следующий столбик в средней, в среднюю воздушную петлю цепочки. И третий столбик, перед этими столбиками, в первый пропущенный столбик. Ну вот, я продолжу вязание. Я связала первый ряд, посмотрела, чтобы ничего было не перекручено. И сейчас соединяю начало и конец ряда. Следующий ряд я буду вязать точно так же, такие же перекрещенные крестики. Только буду вязать другой ниткой, другой пряжей, посветлее я решила. И вот придётся, отрывать нитку не хочется, придётся там переплетать с изнанки вот эти ниточки. Так, вот я последнюю петлю, пожалуй, провяжу уже светлой ниткой. Немножечко так вот их переплету с другой стороны. Но сейчас будет вязать легче, потому что я крючок буду втыкать уже не в воздушные петли, а в столбики предыдущего ряда. Так, вот я соединила, подтянула ниточки, чтобы всё было плотно, аккуратно. И первую петлю мне придётся, вернее, первый столбик придётся вязать для подъёма. Три воздушные петли. И вот, один пропускаю, следующий вяжу столбик с накидом, дальше средний столбик с накидом за этим столбиком. Точно так же, как вязала первый ряд. И третий столбик я провяжу вот в этот же, в начальный, где я вязала три воздушные петли подъёма. Вот, первый фрагмент у меня готов. Тут уже немножко тут видно, как будет. И вяжу дальше. Два пропускаю, на третьем вяжу столбик с накидом. Дальше вяжу за этим столбиком, средний столбик, столбик с накидом. И перед этими двумя столбиками, вот, в первый столбик из этой группы, вяжу ещё один столбик. Я думаю, вам уже понятно. И так вяжу этот ряд, без прибавок, точно так же, как вязала предыдущий. Я довязала второй ряд. Сейчас присоединю самую тёмную пряжу. И буду вязать просто столбики с накидом. Так, я сейчас вот перекрещу вот эти все ниточки. Возможно, лучше будет, если их отрезать. Но потом я посмотрю. Пока так повяжу. Я боюсь, что они очень будут переплетаться там, перепутываться. Так, сейчас я буду вязать столбики с накидом. Но каждый, в общем, я провяжу пять столбиков. А в шестом столбике провяжу два раза. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. И вот этот столбик я провяжу два раза. Шесть. Семь. А здесь очень удобно прибавлять. Потому что вот три петли вяжем без прибавок. А здесь в конце прибавка. Или просто считать можно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. А здесь я свяжу два столбика. Шесть. Семь. Ну и так далее до конца ряда. Я довязала третий ряд. А там вот так переплетаю нитки. И вот этот вот соединение. Последний довязывание столбика. Я закончу светлой ниткой. Следующий ряд я решила вязать самой светлой ниткой. Буду вязать и вот так. Здесь вот провяжу воздушную петлю вместо столбика без накида. Здесь вот не очень хорошо видно. Но так вот. Пропущу два столбика. Раз. Два. И вот в третий свяжу пять столбиков с накидом. Раз. Ой. Так. Два пропускаю. И в третий вяжу пять столбиков. Раз. Два. Три. Два. Четыре. И пять. Снова пропущу два столбика. Вот эти. И в третий провяжу столбик без накида. И вот такие фрагменты буду вязать. Снова пропускаю два столбика. Вяжу в третий пять столбиков с накидом. И в третий вяжу столбик без накида. И так до конца ряда. Я снова сменила ниточку. Цвет у меня средней интенсивности. И сейчас буду вязать почти такие же вот веерочки, только перевернутые. Сначала свяжу половину такого веерочка. Три воздушные петли вместо. Я вяжу две, потому что, чтобы не очень высокий столбик был. Это серединка будет фрагмента. Дальше. На первом столбике вот этого веерочка. Столбик с накидом. Не довязанный. И еще один столбик с накидом на следующем столбике. Сейчас я свяжу две воздушные петли. И столбик без накида на среднем столбике. Сейчас это была половинка фрагмента. Сейчас я свяжу полный фрагмент. Две воздушные петли. И пять столбиков с накидом. Два столбика вот на этой стороне. Я их не довязываю. Один столбик на столбике без накида. Это средний столбик. Еще два столбика на следующем фрагменте. И сейчас провяжу их за один прием. Дальше две воздушные петли. И столбик без накида. На следующем столбике. Повторю. 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 так до конца ряда я завязала ряд завершу его ниткой другого цвета который я буду вязать так это у меня будет темная ниточка я их выбираю произвольно ну так по своему предпочтению как бы как захочу и сейчас я буду вязать столбики без накида на каждом столбике и на каждой воздушной петли предыдущего ряда и точно так же как вот в этом ряду так интересно у меня получается что я темные нитки прибавляю все время ну это так пока дальше видно будет каждую шестую петлю я буду провязывать два раза и так вот это у меня будет первый столбик дальше второй третий это я вяжу воздушные петли предыдущего ряда хотя наверное можно под цепочку следующая так третий у меня столбик без накида четвертая пятая да я буду так вязать и шестая седьмая вот в эту общую серединку так раз два так дальше снова два столбика под цепочку воздушных петель раз два три четыре пять и вот в эту общую шесть семь ну и так до конца ряда и будет у меня связан первый раппорт то есть дальше я начну повторять с первого ряда и буду вязать до тех пор точно так же в третьем и шестом скорее всего я буду делать прибавки пока у меня вот эта высота не будет 14 сантиметров и вот я начала вязать второй раппорт узора то есть вот высоту один связала и начала вязать второй и чем дальше вяжу тем получается интереснее кокетка у меня готова вот какая красота я просто в восторге мне очень нравится как это все получается в вариантов вариантов множество можно вязать из хлопка льна какой угодно пряжи будет летний вариант у меня такой более теплый потому что акрил я решила начать с акрила можно использовать разные остатки очень нравится мне результат и вот я связала 15 сантиметров где-то 14-15 должно быть не важно сколько рапортов у меня получилось три полных по моему так вот раз два и три но можно допустим еще сколько-то связать будет зависеть от вашей пряжи насколько она толстая или тонкая и сейчас я буду делить так еще расскажу как я делала прибавки как я уже показывала прибавки я делала вот в таких рядах где простые столбики с накидом каждый 6 столбик провязывала два раза и вот в этом ряду здесь столбики без накида а потом я вот в таких рядах не выполняла прибавки а только там где столбики с накидом то есть у меня всего получилось здесь 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 и здесь я выполняла прибавки точно так же каждый 6 столбик провязывала два раза и мне кажется мне нормально расширение получилось сейчас я разделю на части перед спинку рукава и буду вывязывать росток я разделила всю кокетку на части сейчас расскажу как я это делала я решил ориентироваться вот на эти фрагментики у меня их по кругу 48 48 я разделила на 6 в одном фрагменте 8 вернее в одной части 8 таких фрагментов одна часть у меня на каждый рукав вот я отметила маркером это начало ряда у меня здесь вот ниточки и здесь вот 8 таких фрагментов дальше здесь у меня 16 фрагментов это у меня спинка здесь снова 8 рукав и здесь снова 16 фрагментов тоже такими голубыми маркерами и вот сейчас я буду вязать сначала свяжу росток я буду вязать только на петлях спинки не знаю как у меня получится потому что вот у меня 4 ниточки идут я сначала прогоню все в одну сторону а потом у меня дело в том что 6 рядов в рапорте потом как получится я хочу связать один рапорт первый ряд скрещенных столбиков я буду вязать темной ниткой вяжу точно так же как вязала сначала петли подъема затем пропущу два столбика предыдущего ряда в третьей свяжу столбик с накидом я это показываю и буду вязать до голубого маркера до первого голубого маркера я один ряд ростка связала вот видите от одного маркера до другого эту ниточку здесь просто оставлю вытянула подлиннее чтоб не распустилась и сейчас буду вязать поочередно вот этой пряжей сначала одну ниточкой потом другой так сейчас я буду вязать ну допустим вот этой нет у меня здесь были светлые тоже поэтому сейчас я буду вязать светлые это просто сами выбираете как хотите я буду вязать точно такие же крестики перекрещенные петли ну и так далее снова до маркера на такое же вот расстояние я связала еще ряд столбиков с накидом последний из трех цветов у 10 у меня не так не осталось они все у меня здесь все три ниточки и последнюю петлю вот провязала всеми тремя чтобы вот так вот их подтянуть и сейчас поверну работу и наверное единственный случай когда я буду здесь с поворотом вязать я верну эти ниточки на ту сторону потому что мне нужно еще повязать такой росток слишком короткий будет так какую ниточка вязать пожалуй буду светлой вот они перепутываются можно бы вязать и четырьмя но перепутываются время от времени я их расправляю поэтому четырьмя будут еще сложнее можно конечно отрывать так и так я здесь еще раз закреплю столбик без накида свяжу и дальше две пропущу и в третью свяжу пять столбиков с накидом то есть я продолжаю вязать этот рапорт а нет пожалуй на светлом еще хуже будет видно да вы уже рисунок знаете три четыре пять пять две пропускаю дальше столбик без накида и так далее и затем этими ниточками тоже дальше провяжу хочу уточнить что после того как кокетка связана прибавки больше делать не нужно то есть вяжу по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда и вот я связала один рапорт узора вниз у меня получился вот такой росток на спинке вязала только на спинке и сейчас хочу показать для тех кто не знает что такое росток для чего он нужен вот я соединяю нижние части перед и спинки вот они у меня видите и вот здесь к сожалению плохо видно вот здесь вот у меня вырез получается а здесь спинка заканчивается они видите на разном уровне и вот этот вырез как раз за счет этого ростка получается спинка выше а сейчас я соединю вот здесь у меня отмечено где рукав и вот эту часть не здесь а вот эту с той частью где маркер но при этом я провяжу воздушные петли воздушные петли для подреза то есть внизу рукава это кстати и рукав расширит и сидеть он лучше будет вот сколько петель девочки вяжут по 15 петель я не знаю лучше всего ориентироваться лучше бы померить я сейчас к сожалению не могу примерить только так на себе немножко как бы совсем разные фигуры хотя у нас чтобы рука проходила я для этого возьму другую ниточку кстати так какой буду вязать на светлую у меня глубокие вот вижу из серединки а с краешку тоже есть ниточка так и вот этой ниточкой я наберу эти петли и так я присоединю вот к этой толстой петельке вот она у меня из всех ниточек такую вспомогательную нитку и провяжу 15 воздушных петель вот такая вот у меня цепочка получилась соединю я ее вот вот здесь у меня рукав заканчивается оторву и как следует закреплю ниточку вот такой рукавчик будет у меня ну вполне достаточный все таки у меня все таки у меня наверное нитки тонковаты и мне показалось что 15 петель будет мало и поэтому я связала 20 петель воздушных вот здесь соединила закрепила ниточку оторвала вот такой рукавчик у меня будет вот лучше связать побольше чтобы рука уже заведомо вошла и ничего не подпирала и вот здесь точно так же точно такой же ниточкой и сейчас долго-долго буду вязать по кругу вот поэтому включая вот эти петли можно найти сериал подходящий смотреть я без сериалов почему-то засыпаю и вот повяжу немножечко ровно а потом надо будет приталивать а после приталивания к бедрам расширять как приталивать я покажу как расширять вы уже знаете но конечно не то что не обязательно так вот каждую шестую петлю удваивать а просто смотрите но конкретно подсказать я не могу где сколько убавлять сколько прибавлять потому что фигуры у всех разные пряжа у всех разная это вам нужно будет определить путем примерки так а я сейчас начну вязать я просто так хочу начать здесь вот у меня по-разному заканчивается потому что я не вязала но это ничего страшного какой же ниточкой начать сейчас еще посмотрю да вот у меня изнанка там дорожка идет вот из этих ниток вот здесь начну так я начну темной потому что здесь средней интенсивности здесь светлая я подровняю все это начну вязать темной я буду вязать скрещенные столбики то есть раппорт сначала у меня так и получилось как раз и здесь закончился раппорт и здесь здесь ну даже если будет не так где-то середина раппорта где-то конец это не беда вяжите вяжите просто сначала с раппорта и не ошибетесь если у вас по-разному заканчивается здесь вот плохо видно темно ну я думаю для вас это уже не тайна узор знакомый вяжем такие вот скрещенные столбики вязать сейчас буду уже по кругу свяжу этот ряд и буду вязать другой ниткой я связала после рукава три раппорта вниз и сейчас буду делать приталивание но честно говоря я не знаю что у меня получится именно в этом месте не в этом насколько часто надо сокращать столбики это в общем-то я на свой страх и риск и вот я таким образом раз два три два столбика под цепочку воздушных петель четыре в серединку и пять здесь я провяжу не два столбика а один таким образом у меня сокращается количество столбиков дальше снова начинаю считать один столбик два три и здесь здесь два столбика под цепочку воздушных петель три четыре и пять здесь один столбик и вот таким образом я сокращаю количество столбиков я связала подол на нужную длину ну то есть платье в длину вот как оно у меня большое это знаете первый раз вязала такую большую вещь и не надоело вязать потому что каждый ряд разный цвет смотришь как получается и так интересно чем больше полотно тем больше оно мне нравилось очень красиво я думаю вы со мной согласны и довязала немножечко рукавчики я не стала ничего мудреть никак просто не буду показывать потому что если вы свяжете узором платье подол такой длинный то я думаю с рукавчиками справитесь тот же самый рисунок набрала по окружности вернее даже не набрала а начала вязать начинаю вот с этих крестиков вот хочу показать это впереди у меня так и сзади вот здесь видите вот это росток и дальше вот идет как на как спереди начала я здесь вот с задней части где-то или здесь уже не помню оно видите даже не видно вот здесь наверное сейчас посмотрим где ниточка вот интересно вот ну не важно и начала вязать присоединила просто ниточку и начала вязать вот эти крестики одним цветом затем другим потом рисунок и вот я здесь ошиблась немножко вот здесь должны быть столбики с накидом а я провязала столбики без накида странно что провязала так много узором и здесь вот ошиблась просто видимо отвлеклась но здесь самое главное что связать на втором рукавчике точно так же я повторила эту ошибку на втором рукавчике чтоб они были одинаковые в рукавах здесь самое главное что набрать не стянуть у меня вот он сам рукав не очень большой как раз по размеру и поэтому мне важно было не стянуть его и важно было когда вязала второй рукав связать именно столько рапортов сколько связала на первом и повторить те же цвета и тот же узор остальное все думаю понятно вот такое получилось платье сразу возникло много идей как еще связать пряжа понравилась хотя это акрил но вот думаю почему я не связала не связала из льна хлопка можно вязать из остатков знаете можно даже использовать не три цвета как у меня а больше будет тоже очень красиво видела даже как вяжут из более толстой пряжи выглядит тоже интересно еще идея связать точно так же не знаю как спицами буду вязать или нет но хочется связать еще тунисским крючком из толстой пряжи дело в том что тунисским крючком даже из толстой пряжи будет не очень объемно так что вот такие планы очень понравилось это платье так что я думаю вам тоже стоит его связать вяжется очень просто интересно что я взвесила платье и мои весы показали всего 300 грамм что-то не верится хотя вполне возможно но на всякий случай грамм 400 я думаю надо и вот я вязала из трех цветов но можно и не помню жена наговорила и вязать из большего количества цветов я надеюсь что к новому году будут все с обновками а если что непонятно задавайте вопросы на них все 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 Продолжение следует...